Пяточная шпора Наш доктор Елена Холина Что это такое, что там вырастает в пятке? Нарушается синтез коллагена, образуется хрящевая ткань Сколько понадобится времени, чтобы он снова почувствовал себя человеком? В запущенных случаях оперативное вмешательство В группе риска абсолютно все женщины? Вы знаете, тут каждая индивидуально Сесть, посидеть, помадка, посидеть Можно ножки поднять вверх На час-два шпилька реабилитирована, можно В гостях у нас сегодня физиотерапевт Медина Ольга Грицкан Ольга Васильевна, здравствуйте Здравствуйте Пяточная шпора Что это такое, что там вырастает в пятке? Связка, которая крепится у нас к пяточной кости И дальше идет на пальчики Определенным образом воспаляется Имея соответствующие причины к этому И вызывает вот такое вот неприятное заболевание В народе называемая пяточная шпора А почему организм вдруг решает себе что-то вырастить новое? В этом месте нарушается синтез коллагена Образуется хрящевая ткань со временем Фиброзная хрящевая В которую откладывается кальций Обычный кальций, который мы очень любим принимать Который не то что обычный Это костный кальций Формируется костная структура По плотности это косточка Хорошо, а причины? Из-за чего это происходит? Основные причины Избыточная масса тела Чаще всего? Чаще всего возраст Чаще всего это старше 40 лет Старше 50, скажем так Были пациенты и 30 лет Но особенности анатомии Или эндокринные заболевания Которые могут привести Тоже здесь могут быть А мужчины, женщины? Чаще женщины Но в последнее время Я смотрю по пациентам Тенденция примерно одинаковая И мужчины, и женщины болеют одинаково Но женщины, наверное, еще шпильки любят Очень любят шпильки Очень любят узкую, высокую обувь Неудобную И как следствие Это провоцирующий фактор Да, это провоцирующий фактор В дальнейшем может развиться Пяточная шпора Плюс патология стопы Ортопедические заболевания Это то же самое плоскостопие Это следствие плоскостопия Образование так называемой Халюкс вальгус Когда у нас образуется косточка На большом пальце И пальчик большой Уходит, смещая второй, третий пальчик И формируется очень некрасивая стопа То есть вот этот самый вальгус Может повлиять на появление пяточной шпоры? Они совместно Архитектура нарушается? Да Нарушается именно архитектура стопы Нарушение обмена веществ Это может быть подагра Когда у нас изначально идет Отложение пуриновых оснований В различных суставах Также может быть отложение в крупных связках Это немножко чаще мужчины Мужчины, да Здесь мужчины страдают Травматизация Травматизация Неудобная обувь То есть тут причины довольно-таки разнообразные Я не могу успокоиться по поводу шпилек То есть все полностью под запретом? Нельзя сказать, что полностью под запретом Разумный подход к этому должен быть Если вы работаете в офисе И целый день должны провести на шпильках По дресс-коду Держите под столом сменную обувь Если вы не идете на важное мероприятие Не идете на прием к шефу Переобувайтесь под столом В обувь на небольшом каблучке То есть на час-два шпилька реабилитирована Можно Можно Но не так, что мы встали с утра С восьми утра и до шести вечера Мы целый день на шпильке Мы говорим только о шпильке в основном Но и обувь с отсутствием нормальной подошвы Это тоже отрицательное влияние Балетки Вот эти вот болярки Это тоже нехорошо То есть подошвы крайности Крайности, да Либо высокий каблук 12 сантиметров Либо вообще абсолютно плоская подошва А что скажете? Что посоветует физиотерапевт? Оптимальная высота каблука? До 4 сантиметров 2-3 сантиметра Какие еще симптомы? Ну боль, это понятно Что-то еще? Может быть, не знаю Там температура, что-то Местно могут быть изменения Когда пациент говорит Что отечность и покраснение Именно на пятке? Именно на пятке И причем отечность может быть действительно заметна Когда пациент на осмотре раздевается Да, можно увидеть В области медиальной поверхности пятки В области свода стопы Небольшие участки гиперемии И резкой болезненности Покраснение Да, покраснение Болезненности И отечности И что вот с этими симптомами Получается Срочно к врачу? К какому, кстати? Как правило, пациенты у нас Ну, грамотные Сейчас интернет везде Они делают рентген Большинство все-таки Да, самостоятельно Потому что они предполагают Что там что-то есть Это ненормально И мы пойдем, да Обследуемся И придем к врачу Но ведь на снимке Не всегда это видно Вот в чем дело Потому что если это начальные стадии Может и не быть Вот этого костного образования Которое мы привыкли называть Этопиадочной шпорой Все-таки лучше к врачу Обратиться к врачу Но я так понимаю, что те, кто не знают К кому сразу Обратятся к терапевту Осмотр и общий анализ крови Ну, проверяем самые важные анализы И есть ли снимочек рентгеновский Сомнительный или что Есть дополнительные исследования Можно на УЗИ пациента Отправить Этой области Вплоть до МРТ Но это когда нужно Иногда мы смотрим Сосудистое снабжение То есть нужны нам Дуплексные сканирования То есть по-простому УЗИ сосудов Нижних конечностей И все это суммируется вместе И уже принимается решение Либо пациент идет К доктору-физиотерапевту Получает хорошие процедуры И забывает об этой проблеме Либо уже к травматологу-ортопеду И вплоть до Ну, в запущенных случаях Оперативное вмешательство Теперь об опросе Который мы проводили В инстаграме Канала ТСВ Что же знают наши зрители О пяточной шпоре Варианты ответов были Да или нет У молодых Пяточная шпора Не появляется Что скажет врач? Появляется Были пациенты до 30 лет С пяточной шпоры Женщины А здесь с чем связано? Здесь связано с тем, что Как правило Во время беременности На фоне гормональной перестройки И набора веса Изменяется центр тяжести Изначально было Плоскостопие С формированием пяточной шпоры Ну, получается, тогда В группе риска Абсолютно все женщины? Ну, в наше время Наверное, да Потому что мы Много двигаемся Обувь у нас Не всегда соответствующая Главное, чтобы красивая была Главное, чтобы красивая была Предрасположенность У многих есть Особенности питания Особенности физиологии Генетические наши Вот эти все заболевания Поэтому очень часто встречаются Это заболевание И исключить его нельзя Пяточная шпора Может пройти сама Да или нет? Бывают такие случаи То есть вот ни с того, ни с сего Но при этом Я бы отметила Что пациенты не испытывают Настолько острых Клинических проявлений Как правило Это какие-то Незначительные Дискомфортные явления Которые При смене обуви Изменении Образа жизни Могут и уйти самостоятельно Ну, то есть получается Что это редко бывает Да? Это редко бывает Да Это бывает редко Но бывает Далее Специальные стельки Помогут при пяточной шпоре Помогут Но стельки должны быть правильные Если мы говорим о том Что у человека Изначально есть проблемы Со стороны ортопедии То есть плоскостопие Еще какие-то вопросы Здесь максимально Оптимально идет Подбор индивидуальных стелек Чтобы они были Ортопедических стелек Именно под индивидуальные Особенности стопы Еще один вопрос Пяточную шпору Можно убрать Мазями и компрессами При незначительной клинике Которая не вызывает Стойких болевых ощущений Дискомфорта На начальной стадии Да На начальной стадии Как правило Пациенты пытаются И иногда И помогают Действительно Иногда Да Если у нас Есть определенные Четкие соблюдения Вот Режима Режима Правил поведения То можно обойтись Таким медикаментозным Видом лечения При пяточной шпоре Поможет только операция Вот кстати И мой вопрос Следующий Должен был быть Лечить Или оперировать Операция Это крайний вариант Считается Что операция Показана в том случае Если в течение Более 12 месяцев При различных видах Консервативного лечения У нас нет Адекватного ответа А что значит Нет ответа Болит 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 Изменяется походка Чтобы мы не предпринимали Какие бы мероприятия Медикаментозные Физиотерапевтические Либо инъекционные Методы лечения У нас нет Оптимального Хорошего ответа И оно беспокоит пациента Тогда применяется Оперативное лечение Делаются Надрезики По бокам пяточки И делаются Определенные Манипуляции С фасцией Чтобы ее удлинить И уменьшить на нее Нагрузку Операция Это все-таки Крайний вариант Давайте О лечении Физиопроцедуры Это основной Вид лечения При пяточной Шпуре Или Сопроводительная Терапия Иногда бывает Основным Иногда бывает Дополнительным Конечно Если у нас Острейшая клиника У пациента Очень выражены боли Вплоть до того Что меняется Походка Такое тоже бывает Пациент щадит Больное место Начинает ставить На внешнюю На внутреннюю Сторону стопы Опираться больше На другую ногу Здесь мы идем В сочетании С медикаментозным Лечением Которое дает У нас Либо терапевт Либо ортопед Травматолог Выбор процедур У нас большой Вот Я понимаю Что у вас список Просто огромнейший Самые Даже не основные А те процедуры Которые лучше всего Помогают при шпоре Лучше всего Помогает у нас Ударно-волновая терапия Это что? Это воздействие Ударными волнами Так скажем Старший брат Ультразвуковой терапии Как звуковая волна Но с другими параметрами Более высокий Параметр давления И глубина проникновения Следующая процедура Следующая Лазеротерапия Магнитотерапия Но это тем Кому может не подходить Ударно-волновая терапия То есть немножко меньше эффект Да? Я бы не сказала Что эффект меньше У каждой процедуры Есть свои пациенты И пациенты дают Хороший ответ И на те вмешательства И на те вмешательства Просто здесь По скорости развития эффекта Будут немножко разные варианты Что это такое Коротко И о лазеротерапии И о магнитотерапии Это воздействие Магнитным полем Он хорошо снимает отечность Снимает воспаление Улучшает кровоснабжение Успокаивает ткани Лазеротерапия Это воздействие Световым спектром Определённой длины волны Которая тоже оказывает Вот сходные действия Но немножко другой Физический фактор А сочетание? Сочетание Именно вот такое Оптимально Потому что иногда Делаются аппаратуры В которых идёт Магнитолазер У нас это два Отдельных аппарата Но в сочетании Дают хороший эффект То есть получается Что физиопроцедуры Можно сочетать Да? Можно сочетать И нужно сочетать Когда это показано Есть что-то ещё Что хорошо влияет? Ультразвуковая терапия Электрофорез Это традиционные Да, традиционные Наши физиотерапевтические Процедуры Которые используются Ещё с довоенного времени Их очень много Но они тоже имеют Своих пациентов Ольга Васильевна Ну вот по опыту Вот приходит пациент Допустим С достаточно запущенным Случаем Пяточной шпоры Сколько понадобится Времени Чтобы вот он Снова почувствовал Себя человеком Вы знаете Тут каждый индивидуально Если здесь идёт В течение нескольких лет Заболевание С периодами Обострения Спад Обострение Спад Здесь дольше Будем лечить его И ударно-волновой 4-5 процедур Потом может быть Добавление Может быть и добавление Классической схемы Да? Лазеротерапия Ультразвуковая терапия Ещё в течение 10 дней И в течение 2-3 месяцев Будем ждать ответ Да? Как часто делается Ударно-волновая терапия? Вот эта боль Это удобно для пациентов Потому что мы Не привязываем На ежедневный приход Здесь может быть От 3-4 дней До 5-6 И раза в неделю То есть есть время настроиться Есть время настроиться А эффект? Эффект у нас И разворачивается В течение 3-4 дней После проведения процедуры Поэтому мы И оцениваем Эффективность процедуры Не во время И во время проведения Как у нас пациент Себя чувствует Потому что Как правило Если в начале Да, дискомфортно Да, больно Потом К концу процедуры Болезненность Немножко меньше И пациенты Как правило Говорят Что знаете Как-то и легче наступать И свободнее идти Но такое явление Временное Мы смотрим 3-4 дня Молчокаменной Ссора проходит Мы молодеем Так Так на завтрак А вот крупы Процедуры Ну вот вы затронули Можно Можно Не при всех При некоторых делаются В частности Валивание Домантия В острой стадии Конечно Брать всегда Можно Процедуры Может ли Физиотерапия Справиться С хроническим Циститом Применяется Физиотерапия При хронических Циститах Но если Пациент Употребляет Противопоказанные Продукты Не соблюдают Да Режим Потому что Здесь конечно Нельзя Переохлаждаться На холодном Сидеть В камнях Где-то Таких Вот То Принимая Физиотерапию Принимая Медикаментозное Лечение К сожалению От рецидивов Мы не застрахованы С одной стороны Лечим С другой Да Поэтому здесь Мы выступаем В качестве Восстановительного Лечения Мы помогаем Но если У нас будут Какие-то Срывы В данных Моментах Да То Может быть Обострение Часто бывает Гайморит Прокалывать Не хочу Поможет Что-то Из физиотерапии Физиотерапия При гайморитах Помогает Единственное Что Если у нас Хронический Гайморит И на момент Прихода У пациента Острая стадия Когда у нас Полные пазухи Гноя В таком случае Физиолечение Противопоказано Могут ли Помочь Физиопроцедуры При грыже В пояснице Вы лечите Могут В зависимости Еще опять же Говоря Какая грыжа Если у нас Секвестрированная Грыжа Там где Нужна Только операция Здесь Конечно Не надо Тянуть Уповать На то Что она Рассосется То есть Здесь Нужно Определиться Конкретно С диагнозом При наличии Грыжи Которая Имеет Небольшой Размер Она Оказывает Сдавливающее Влияние На какой-то Нервный Корешок Имеется Симптоматика Мы применяем Физиопроцедуры Сколько раз в год Надо проходить Процедуры Для профилактики Смотря Для профилактики Чего Ну В среднем Мы делаем Допустим Если говорим О детках Профилактические Мероприятия Когда у нас Допустим Догодика Делают При дисплазиях Тазобедренных Суставов При каких-либо Неврологических Патологиях Три-четыре Раза в год У нас бывают Такие профилактические Курсы лечения У взрослых Это один-два Раза в год В зависимости От выраженности Изначально Процесса Патологии Ясно И последний вопрос Можно ли проводить Смотря какие Как правило Все-таки Если у нас Онкологические Процессы Являются Противопоказанием К основным Физиопроцедурам Об ударно-волновой Мы уже поговорили Что если мы Разбираем Какая злокачественная Патология была Какой был Конкретно Онкологический Процесс Какое было Вмешательство Давность Клинические Показатели Лабораторные И куда Планируется Место воздействия Тогда мы уже Определяемся С пациентом Можно или нет А расскажите Пожалуйста Лечебная физкультура Вот при пяточной Шпуре Применяется Лечебная физкультура Определенные Есть виды Упражнений Которые направлены На растяжение Подошвенной Фасции Потому что За счет Воспалительного Процесса Она к сожалению Укорачивается Когда мы Поддерживаем Упражнениями Ее длину В хорошем состоянии Эластичность Длину Тогда у нас Меньше возникает Вот этих вот Осложнений Есть специальные Упражнения Именно на растяжение Вот сейчас Как раз Давайте посмотрим Материал о том Какие упражнения Нужно выполнять Если вдруг У вас появилась Пяточная шпора Эффективный способ Лечения Пяточной шпоры Это лечебная гимнастика Комплекс направлен На растяжку И укрепление Икроножных мышц Мышц стопы И голеностопного сустава Для первого упражнения Понадобится Бутылка с холодной водой Выполняем прокатывание Подошвенной частью От пальцев к пятке Упражнение Полезно для тех Кто испытывает Утренние боли Теперь переходим К глубоким приседаниям Руки для удобства Перед собой Ноги на ширине плеч Носки слегка Развернуты Спина прямая Следим Чтобы колени Не выходили За линию стоп Далее Сидя на полу Выпрямляем ноги За стопу Натягиваем ленту Можно использовать И полотенце Свободные края ленты Берем в обе руки И тянем ленту на себя Ногами оказываем сопротивление Удерживаем 10-15 секунд И меняем ногу Не меняя положение Работаем без инвентаря Приподнимаем поочередно Ноги на 10-20 сантиметров От пола И выполняем Круговые вращения ступней Хорошо растянуть Икроножные мышцы И укрепить голеностоп Поможет положение Стоя у стены Она послужит опорой В качестве возвышенности Используем связку книг Высотой не менее 5 сантиметров Наклоняемся к стене Так, чтобы почувствовать Натяжение в нижней части голени Удерживаем положение 15 секунд Затем на носках Выполняем движение Вверх-вниз Пружиня стопы Пятки ниже поверхности опоры Не опускаем Теперь выполняем То же самое Стоя уже на одной ноге Медленно и подконтрольно Комплекс выполняется Дважды в день Утром после подъема С постели И перед физической нагрузкой Ольга Васильевна С упражнениями мы определились Они не сложные Выполнить их сможет каждый А профилактика Какие вообще есть меры Чтобы вот эту пяточную шпору Себе не отрастить Ну смотрите Мы перечисляли вначале Причины Все причины То есть убираем причины Соответственно уберется и следствие Поэтому можно как резюме сделать Следим за своим весом При наличии ортопедической патологии Занимаемся лечением Ортопедической патологии Соответственно у ортопеда С подбором стелек Следим за обменными процессами Когда у нас есть какие-то Обменные заболевания В частности подагра И тому подобное Сахарный диабет Ревматоидный артрит Лечим основные заболевания Которые могут к этому привести Сахарный диабет И тому подобное Обувь Вернемся к обуви Подбираем правильную Подбираем правильную обувь И достаточный сон Чтобы было время для восстановления Хорошо, Ольга Васильевна Вот те же официанты Кассиры, которые может быть на ногах стоят Им-то что делать? У них такая работа Когда у них есть, допустим, да Пятиминутные перерывы Нет клиентов Или, допустим, где-то они могут себе Пять минут выделить Периодически менять обувь Если они вынуждены работать На, допустим, в салоне Или в зале В определенной обуви Сесть, посидеть Сесть, посидеть Можно ножки поднять вверх Для улучшения А массаж стоп? Массаж стоп Можно и нужно делать Массаж обязательно Вот, кстати, предварили мой вопрос По поводу профилактики следующий Массаж стоп регулярным должен быть? Ну, то есть, я не знаю Через день или как-то курсами? Можно и курсом Можно и каждый день Здесь вреда от массажа не будет Если, конечно, вы не в острой стадии Когда невозможно дотронуться до стопы Нет, мы говорим про профилактику По профилактическим мероприятиям Да, массаж можно делать каждый день То есть, это поможет сохранить эластичность? Эластичность Это поможет сохранить функциональность суставов Сохранить своды стопы Чтобы они у нас были жесткими И хорошо амортизировали Улучшит кровообращение Улучшит иннервацию И плюс оно расслабит Расслабит мускулатуру нижних конечностей Это голени и стопы Чтобы она не была в таком напряженном тонусе А вот контрастные ванночки, допустим Тоже можно контрастные ванночки делать Смена холодной, горячей воды Это сосудистые тренировки Это тоже тренировки сосудистые А там, где у нас хорошее питание, кровоснабжение Там у нас не возникает воспаления А что скажете по поводу ходьбы босиком? Потому что вот находила такую противоречивую информацию Одни специалисты за Ну, потому что это полезно Другие против Потому что это травмирует Что скажете? Вы знаете, ходьба босиком Я, например, за Но не по плоской поверхности Песок То есть это либо песок Камушки Либо камушки Когда у нас идёт раздражение разных участков стопы А не просто вот мы плашмя ставим нашу ножку Здесь, думаю, что будет польза И при первых симптомах сразу же к врачу? Тут время не терпит? Желательно, да Потому что процессы, которые запускаются В дальнейшем могут привести к образованию этой пяточной шпоры Чем раньше вы обратитесь, тем меньше вероятности, что она у нас там образуется Поэтому как появились чувства дискомфорта Ощущение, что наступает на инородный предмет Какие-либо такие вот непонятные Особенно по утрам боли Лучше обратитесь к врачу Обследуйтесь и пройдите лечение Ничего страшного здесь нет? Что ж, Ольга Васильевна, спасибо огромное За разговор, за ответы на вопросы Думаю, те, кто посмотрели нашу программу Много узнали И наверняка побегут сейчас записываться Ну, может, потому что раньше боялись А вот сейчас всё стало ясно Это была программа «На здоровье» Удачи вам, увидимся Ходите легко, смотрите наши эфиры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому